привет всем ребятки хочу показать вам свой зал вот такая у меня большая комната вот сейчас мы будем ставить елочку так в том году у меня елочка стояла там это у меня подростки бегают кошки елка поставится зал закроется они тут бегать не будут потому что они у меня такие знаете по пять по шесть месяцев как раз на елку они полезут им захочется полезть на елку сто процентов да и риска кто такой балованный кто такой балованный ходит вася пришла вася у нас вася не гоняй у нас девочка новая приехала с питомника хорошего питомника купила с такого крутого кошечку я недавно так ребята а там кто у нас сидит а кто побежал катя катя катюша это ребята елка лежит у меня сын чердака спустил елку сейчас будем наряжать ее вот вася ты своих детей бросила да вася у нас стала мамой вот вчера дождалась я наконец-то потому что я не спала практически неделю вообще не спала потому что я ходила у нас срок стоял на 17 число рожать а родила она вот вчера только это получается у нас 24 декабря и я вот это и не ездила никуда и не вообще не из дома не выходила ребята в общем кто у кого питомники тот меня понимает катя не трогай лампу так риска он стоит а ну чей мячик чей мячик чей мячик давай так ребятки в общем елку буду ставить в том углу у нас там раньше стоял большущий телевизор мы его забрали себе в спальню в общем короче перекочевал с нашей спальне другое место но в общем забрали себе в спальню сюда мы после нового года планируем купить еще больше телевизор какой-то у меня там ребята мои муж сыном выбирают в общем я не знаю какой они хотят вот значит елочку я поставлю сюда в угол комната у меня здесь большая ребята я вам сейчас скажу какая она у меня тут 25 и 8 почти 26 квадратов комната вот такая комнатка у меня зал у нас тут никто не спит такая гостевая комната так скажем так в общем ребятки света прошу прощения света у меня люстры хрустальные они вроде красивая но света от них если честно мало света я уже по включала и там ночничок включила но у меня везде у меня вот смотрите везде такие вот смотрите люстры как бы нам света хватает это ребята я гладила сегодня он видите сколько у меня глажки стоит надо распихивать по шкафам по шифонерам ой в общем света так скажем не сильно много от них красивая это красивая но света они немного дают вот но никто их менять не будет вот попрошу наверное мужа купить лампочки помощнее ну в общем ребятки елка вот лежит спустили мы ее с чердака сейчас мы ее распакуем и будем ставить вот сюда в угол вот мне здесь будет она хорошо стоять я думаю это первый раз в жизни мы есть сюда в угол будем ставить раньше я сюда не ставила я думаю будет хорошо потому что рядом во первых есть розетка подключиться гирлянды вот и я решила и почему туда ставить потому что у нас в этом году здесь будет стоять стол на новый год а елка у меня большущая пышная два с половиной метра высотой она и если я ее сюда поставлю то здесь стол если мы большой наш разложим овальный то у нас ну мы короче стульями будем трогать елку в общем грубо говоря мешать она будет так что что елочку ставим вот сюда в угол кошки дуреют я сейчас по выгоняю отсюда они у меня тут они будут сидеть потому что они мне разобьет все мои игрушки ой балованье охи балованье ладно ребята все начинаем складывать елку ребятки ну что поставила я свою елочку установили мы ее юбка это я когда-то набрала 4 метра бархата и ну просто бархатом а так укрываю по низу и все мне нравится это когда юбка у елки такая знаете красная что-то что-то красное ребятки значит елка у меня вот такая смотрите называется канадская ель канадская голубая ель она называется вот покупали мы ее уже давно что там за зайчик сидеть а и ест елку катя ты мне наешься елки еще ты шоу а ну давай вылази оттуда бегом катерина сейчас закрою ну ладно она попробует что она не вкусная никто и есть не будет дождик я не вешаю ребята так что я я котячник со стажем так что я такое что может кот съесть я никогда не вешаю на елку у них там сейчас хованка не видите в прятки играют так значит елочку установили сейчас вешаем гирлянды потом будем вешать уже игрушечки вот мне нравится моя елка мы ее давно покупали елки уже наверно лет 7 если не больше но она такая качественная знаете она не сыпется вообще вот насколько качественно такие иголочки я не знаю сегодня сделаны вот такие но очень качественная поверьте вот с мешка достаешь ни одной ни одна иголочка не 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 упадет и он белую елку наряжала на кухне но сыпется она конечно а это вообще качественная так мне главное чтобы мои коты по дереву не полезли риска она ладно пока что мы еще не наряжаем сейчас пока иллюминацию повешу а потом будем уже их выгонять отсюда потому что они меня чтобы ее они не завалили вот такая большая елка ребята смотрите она у меня 2 2 2 70 или что-то такое высокая высокая вот смотрите я стою еще сколько ее вверх идет большая елка у меня метр семьдесят пять рост на минуточку так ребята все наряжаем так ребятки ну что нарядила только гирлянды вот полтора часа распутывал эти гирлянды ребята это у меня риска под дверями орет она сюда требует хочет зайти я ее не упускаю очень тяжело их распутывать ребята это вот эти гирляндочки которые тонюсенькие поняли они так смотаны каждая каждая смотанная там вот в общем ой в общем там она была приделана до вот такой вот длинный от такой длинный идет по одной нитке в общем ребят короче я пока это все дело за распутала представьте сколько их тут по-моему до полторы тысячи лампочек вот это две гирлянды здесь две штуки ребята подключила я их вот покажу вам как чтобы вы смотрели как она у меня работает подключена она вот до жесткого диска или как он называется вот ну зарядка короче поняли не жесткий диск зарядка вот подключила их сюда здесь есть режимы смотрите можно вот кнопочки есть нужно вот так вот переключать их он ведь одна так мигает одна так мигает переключаем риска эти не пущу сюда ребята не хочу пускать потому что боюсь чтобы перегрызают эти это электричество ток смотрите какая она в темноте красавица очень красиво прям очень красота со всех сторон вот эти я штуки пустила и даже с обратной стороны тоже все вот так вот вот таких вот полосочках очень красиво светится сейчас будем наряжать ребята буду доставать игрушки и будем вам показывать все ну что ребятки подоставала я игрушки наши новогодние на елку сейчас буду наряжать вот такие у меня шары есть смотрите как обалденные расписные такие до ручная работа произведение искусства можно сказать да ребятки кстати говоря я так переживала что у меня нету тигра думаю наверное нет а он у меня есть так что вот тигра вот он класс я рада что у меня есть тигр не надо будет покупать в принципе даже если купить ничего страшного нет можно хотя бы один шарик какой-то купить красивый ничего в этом такого нет эти нравится ребятки еще хотела показать вам ой 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 вот такие гляньте какие красивые до балерина какая вообще обалденная она не всегда так что-то нравится вообще у меня по моему там балерина танцовщица еще какая-то есть откус от такого типа такие игрушечки кстати вот наш святой николай санта клаус или дед мороз как называть не знаю это у меня муж выбрал в том году мы покупали его в эпицентре вот такой большой он я не знаю он очень большой ребята но наверное мне по колено сейчас мы его на пол поставлю его посмотрим ну даже выше чем по коленам не смотрите ну вот так вот такой большой классный красавчик я его под елочку поставлю там я муж выбрал в том году единственное что у нас нет до него снегурочки вот снегурочки у меня нет у меня есть такая гном эльф кто он такой я не знаю кто эта девочка такая там я моя кумася с италии в том году привозила она тоже такая тяжелая на устойчивая девчонка такая вот ну это какой-то эльфик видите они снегурочка я рядом поставлю с дедом морозом ничего страшного нет сейчас ребята буду наряжать и вам уже по наверно буду показывать уже готовый результат чтобы не затягивать как сказать видео чтобы вам интересно было смотреть у ребятки отдыхаю притулилась я лежу на диванчике почти до украшала елку у меня уже как сказать этот знаете сил нету и вдохновения ну надо до украшать конечно уже чуть-чуть осталось вот тут с катюхой кайфуем да катюшка что там что-то катя что-то ребята деванрекс они обалденные они просто обалденные да и ребятки вот четыре месяца уже исполнилось 5 месяц пошел вот так мы лежу отдыхаю потому что не могу уже устала уже чуть-чуть осталось елочки сейчас покажу вам уже ну практически уже до украшала фух и на стуле и и и ползком вокруг елки ну красавица получается ребята вы не представляете какая она красивая это просто вообще на обалденная просто стоит помучиться чтобы получить вот такую красивую елочку скоро покажу так ребятки смотрите какая красота получается вернее уже она получилась вот вот видите у меня вот здесь игрушки вот с каждого года вот год змеи к примеру вот год тигра это в этом году году года обезьяны смотрите ребятки так дальше вот зайчика или кролика вот кролика вот козы и но я вообще люблю такие вот настоящие вот знаете что была ручная работа расписные у меня все здесь стеклянные у меня ребятки аудова дракона кстати но это не расписной видать наклейка но это стеклянный шарик ну наверное наклейка так это просто вот такие вот часы это все стекло ребятки вот эти все шары а вот год крысы кстати говоря вот крысы смотрите вот год бычка но у меня в принципе вот по моему все года есть насколько а вот год свиньи думаю год козы еще такое у меня есть вот смотрите год свиньи качка сидит под елкой и грызет смотрите вот коня такой большой шар вот коня по-моему с каждого года есть у меня вот пепси шарик по шарику лет двадцать ребята вот этому когда-то покупали две бутылки пепси и дали в подарок этот шар вот вот эти какие шарики красивые да я люблю дорогие такие игрушки стеклянные я очень долго их покупала здесь у меня с разных стран шары и ну не только с украины здесь игрушки и с сша и с канады и и из мюнхена с германии и откуда еще с россии есть игрушки потому что подружки высылали мне мои заводчицы с разных питомников где мои животные продавались девочки мне к новому году подарки делали я им делала ну как бы высылали мне и там шары мне высылали уже не помню какие но а вот год обезьянки а я наверно показывала до года обезьяны я очень люблю вот новый год ребята и меня вот я же говорю тут не дай бог коты грохнут елку тут на на такую сумму игрушек что просто капец не знаю вам видно не видно смотрите какая катя где же она есть где же она там сидит где-то а дело он она сидит катя вот одержимая пробует елку на вкус ой страшно ой страшно а еще немного таких кстати это куклы кстати между прочим ручной работы вот я их тоже долгое время покупала вот ну как долгое время но не это не за один год они попали ко мне и такие разные шуты и вот вот эти звездочки очень круто смотрятся снежиночки да это дочка высылала с америки не высылала привозила вот банк вот эта снежинка центральная вот эта большая это тоже сша а ну в общем ребята четыре часа наряжала а он видите обезьяна год обезьян еще такая обезьянка есть красивая вот такая у меня елка ребята а вот это еще в том году я покупала прикольная такая сова сидит в гнезде а это кто такой тут ходит а ой вредная ой вредная девка дверь закрываю орет ну что пару штрихов добавим и покажу вам уже конечный результат какая она будет у нас окончательно ребятки закончила смотрите как выглядит елочка фух елечка лежит отдыхает четыре часа украшала ребята четыре часа ну красота получилась я вон еще и люстру украсила что я еще украсила вот тут у меня елочку маленькую поставлю букет уберу а вот такую маленькую снегурочку нашла когда-то мы покупали в сельпо ну она такая маленькая сидячая видите на столике фух ну вот ребята оцените дизайн мой придумаю всегда все сама каждый год по-разному украшаю так что не ну вот эти ленты у меня уже не один год наверное года три вот как я ими украшаю мне нравится только я их бывает горизонтально украшаю вот так вот по горизонтально елку бывает одно туда одно туда бросаю вот по-разному в этом году так решила ну что сейчас потушим свет посмотрим как она смотрится вот сейчас я ребята сделаю чтобы она это вообще не мигала сейчас одну секундочку одну минуточку так тут есть такой режим так тут есть такой режим что она вообще вот может не мигать а просто быть включена и все о супер смотрите ребята во все равно начала играть вот она начала одна их же две там у меня в общем выключаем свет и смотрим как она смотрится в темноте не ну что то все таки одна сторона мигает вторая не мигает сейчас ребята тьфу тьфу не ту ну ладно хай хай так буду тяжело поймать вот две гирлянды тяжело поймать ритм так выключаем свет и смотрим какая она в темноте вот можно сесть вот так на кресло вот можно сесть вот так на кресло какие игрушки на ней ну вот сяду на пол устала я, конечно а ты по дверям мявкает, чтобы я ее пустила Катя, я уже сейчас выхожу отсюда зая ох и зая это моя подружка, она со мной спит как грелочка но залу сейчас закрою, конечно, никто сюда их пускать не будет потому что мне тут Катюха пошла сразу под елку, порядки наводить ленты давай грызть так, вот этих, наверное, сейчас на кухню заберу, вот этих, они сюда вообще ни к селу, ни к городу вот пускай вот эти у меня здесь тут вот такая парочка стоит и пингвинчик новогодний ой, ребята я на ковре улялась и кайфую красота ну что, вот такая елочка у меня получилась, ребятки знаете, как в детство окунаешься здесь много игрушек вообще, с тех времен, когда мы только с мужем поженились, вот, или когда нам кто-то подарил, я все помню, кстати вот наряжаешь, и я помню все здесь есть вот такие вот игрушечки это, ребята, немецкие игрушки это когда еще я маленькая была это у меня такой набор есть я у мамы их взяла у мамы два набора я один их себе забрала вот это с моего детства много такого, знаете, вот чего-то он, дельфинчик висит такой, это еще савдеповские вот игрушки с моего детства вон там, вон в ветвях, видите ела висит с моего детства или как оно называется я не знаю ела вон, видите а у меня там, а да, не одна там еще есть такие пару штук у меня таких вот, ребята, кто знает эти фонарики это с моего детства или это Виталина, я не знаю наверное, Виталина тут есть и мужа игрушки и мои вот был у меня еще сеньор лимон сеньор помидор побились побились так жалко с моего детства а сейчас уже нигде не купишь это нигде не возьмешь вот это немецкие ГДРовские вот эти вот тоже им лет по 30 по 40 вот как я годами они представляете вот эти фарфоровая мордочка очень старые игрушки это еще с Германии привозились вот такие вот это эксклюзивные понятное дело что обычные солдаты их не могли себе покупать потому что они стоили тогда ребята дофиа денег это офицерский состав привозил их сюда у меня у папы много было друзей военных так что привозили игрушки нам такие крутые по тем временам вот тоже это вообще очень древний прям древний древний это тоже немецкий такой не знаю кто он какой-то мим что ли или какой-то я не знаю шут видите такие рукава у него это не современная игрушка это очень старая немецкая игрушка ну вот ребятки в общем показала так кто любит я очень люблю смотреть когда люди выставляют видео как елки наряжают какие они у них потом получаются как они в интерьере смотрятся для меня это вот как бы ну я очень люблю правда не знаю может быть мое видео тоже кому-то понравится как я нарядила свою елочку ну по крайней мере нам нравится сын пришел уже тут восхищался сказал мама как всегда красиво ну в общем я рада да снегурочки мне до деда мороза конечно не хватает надо как-то ему купить будет снегурочку ну в общем посмотрим тут еще не всегда все нравится знаете как придешь посмотришь что мордочка какая-то глаза кривые косые не всегда еще как бы нравится то что хочется знаете вот старую снегурочку знаете как с детства деда мороза ватного и старую ватную снегурочку я бы с удовольствием приобрела если бы если бы я это увидела как в детстве в моем было у нас был Дед Мороз снегурочки не было никогда Дед Мороз был но где оно делось все было у нас три переезда с родителями на разные квартиры То есть, ну, когда Как с самой меньшей, там с однушки Давали на двухкомнатную, потом уже Когда я появилась, бабушка до нас Переехала жить с дедушкой Тогда уже четырехкомнатную квартиру папе дали Вот, и, естественно За это, ну, как, ну, знаете Пластмасса появлялась, и, видать, мама Выкинула, я не знаю, был у нас такой Древний Дед Мороз Я бы очень хотела сейчас и Снегурочку, и Деда Мороза С удовольствием бы тут поставила Вот, мне нравится вот такое все Вот, старая Ну, люблю я Ну, вот, ребятки, зацените Нашу елочку Вот Кому понравилось мое видео, ребятки Ставьте пальчик вверх Подписывайтесь на канал Жмите колокольчик, как говорится Ребяточки, всем всего хорошего Вот, до нового видео И до новых встреч Всего хорошего, ребятки, вам Пока Субтитры сделал DimaTorzok